выпускайте кракена о господи о май гад открываю так дверь выходит так ствол рублей 90 миллионов какой-то чувак просто жопы на калькулятор сел и слова мы только что посмотрели тачку ким чины 33 до сотки ребят клюш от 50 миллионов рублей придется продать все что у нас есть будем жить в ней ребята это ваша любимая программа ангелина автоподбор у нас в гостях и лёша столяров . я ютуба наставник спортивный наставник какой моральный психологический и экстремальный в последнее время до любят вы ребят будете реально выживать происходит просто все что только возможно это самая длинная дорога мы находимся в кратере самым крутом самый максимальный видос будет если вы с никитосом поедете во Владивосток на его доме самодельном это будет лучше и обязательно с тобой берите санечка санечка нютика мы еще тебя возьмем на твоем гелике который будет обклеен я не знаю в стиле железной дороги он не доедет я сразу спро спойлерю это понятно ничего не доедет дом на колесах у никиты тоже не дает в этом и есть смысл как мы поедем то он на прицепе ну да ребят я хочу напомнить что у нас активно идет розыгрыш билетов по е-38 я напомню вам механику действий вы заходите на сайт покупаете частичку кожи из нашей дорогой е-38 и автоматически становитесь участниками этого розыгрыша розыгрыш пройдет 1 ноября 2020 года уже через полтора месяца даже меньше я думаю что к выходу этого видоса месяц останется поэтому если вы хотите принять участие я советую вам сделать это сейчас тачка офигенная вы видели все процессы на ютубе я ее прям от души отрываю на нее имеют виду уже некоторые блогеры но я говорю мне мы ее разыграем ссоре ребят но я ее не для вас восстанавливала а для вас мои любимые подписчики поэтому переходите по ссылке снизу покупайте билет и становитесь частью этой истории зачем мы здесь собрались ты мне написала что лёх 300 крузак замечательно вот эта красненькая моя яркая машинка но не хотел бы я машинку на каждый давно я очень правда хотел такую машинку которая вот знаете вот будет на каждом потому что кузак он действительно большой клёвый мы на нем очень много снимаем роликов но хотелось бы машину которую бы например вот не замечали потому что вот красный кузак сложновато он реально во всех роликах сложновато смысл страны яркая 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 когда смысле твой мужик делал эту тачку он делал по запросу насти это что не ярко это ярко оцените от 0 до 10 пожалуйста все машины в джеткаре и смотрите какая самая яркая тачка блин даже не знаю я же выбираю по интуиции машина и вот ты у меня почему-то со скоростью именно не ассоциируешься ты у меня с брутальностью какая у тебя была первая тачка расскажи у пилястро turbo 16 140 лошадиных сил шестиступенчатая коробка стоила на на тот момент 680 тысяч я взял ее с 25 тысяч пробега и она была 2010 или 11 года у меня все честно закончил универу петра франции шелезгов то мама долго времени запрещала работать пока она была жива когда я был четвертом курсе сказал все я хочу работать и пошел в фитнес с тренером фитнес-хаус тренировка у меня стоило 600 рублей потом 800 потом тысячу потом 1200 я работал вел по 180 тренировок в месяц я вел примерно 7 8 тренировок в день у меня было выходных я юбку я был качелей такой выступал еще на бодибилдинге абсолютно бесполезная история пацаны кто качается вообще не рабочая история и девчонкам тоже почему-то не нравится я скажу что такая штука очень отталкивает да это полный парень кто сейчас пытается накачаться в зале типа не перебарщивать и правда я тоже это прошел все накопил я взял opel потом я взял себе ипотеку потом я взял себе тройку потом я купил еще одну квартиру потом я переехал в москву а где вот в этом этапе у тебя случился блогинг бэха это уже блогинг конечно я не заработал бы стопудово на бэху на тренерстве почему то что она стоила на тот момент два с половиной миллиона рублей не ее продали потому что у меня кирилл тогда ситликов мой хороший знакомый он был в бмв центре один из главных продажников он мне сделал скидку я взял за 2 180 это был кредит конечно теперь главный вопрос бэйвэй или мерседес я считаю так у мерседеса есть две модели которые реально кайфовы это гелендваген и это сл или джеки а все остальное ашки цешки ешки для меня лично здесь кнопка активации хейтерских комментариев но мне кажется когда ты покупаешь ешки ты такси бизнес-класса ну простите все владельцы ешки и чистый какой-то чувак который купил ешку 63 новую за сколько она миллионов 20 на сколько она стоит на типа мне как будто бы нет души почему потому что вот мой друг олимпийский чемпион он купил себе ешку цена фарша была полным я помню как он пришел ставил ее на учет и к нему таксисты подошли пятерку бмв покупаешь тем не подойдет так никто не скажет то что пятерку бмв чувак покупает лишь подожди но бизнес яндексе катается пятерка а сейчас мы перемещаемся к первому кандидату в покупку как ты думаешь какой у нас первый кандидат первый кандидат ну не знаю это будет максимально странно если это ска которая сзади почему странно мне абсолютно не нравится эта тачка она в 12 общеного 12 хороший вопрос давайте попробуешь догадаться по стеклу вижу что она бронированная наши села так подхожу если не сдает звук и значит она бронированная она бронированная попробую первый раз открываю бронированную машину и всегда было это интересно как сложно ты прикинь каждый день так открывать водитель я каждый день такую машину то открывает но двери очень тяжелые а сколько она жрет реально слышите сколько на весь она брали придавливает 6 тонком а маник такой а как они сделали такую хрена на реально тяжелую то есть прям вот без шуток если лёша в таком от ее вот этих весовых категорий дверей всего остального то в каком-то будешь офиге от цены миллионов 30 50 60 сколько 100 весь дал полёк 100 сколько ну тут и больше сектор письма подожди да я загляну на заднее сиденье но на новое видно что у него в пленочку и и пробег там что-то 100 километров на это не майбук да это именно с класс 580 полный фарш это типа в прям немцы сделали да это не слабо да причем это не сама делает именно завода привезенный что большая редкость наших ограничений но есть мне кажется интерес появился человек когда он сказал что с-класс простой фу а тут самый высокий уровень защиты с завода вообще в принципе тогда это миллионов 150 чуваки да она стоит 140 миллионов рублей это что вообще такое а чё у неё за колодки интересно эту такую штуку тормозить да спереди огромный суппорт а сзади по-моему их h2 так интересно да чуть за тачка вы поднимали там вообще все днище закрыты надо спрятаны на все равно массивный такой чё прикольно красиво а можно завести пожалуйста отчет и не сняла отдельный выпуск в эту штуку не поняли Давай ты купишь ее, и мы вместе с ними в обзор. Чисто сразу. Диман, Гордей, чисто в клачину давай придется продать все, что у нас есть. Будем жить в ней. Вы кто такие? Я вас не звал. Но она все равно громко работает. А вот как ты думаешь, что это за пимпулечка? Он только что сдал оператора, сказал флажок там. Что флажок? Флажок там. Где? Вот это. Вот это? Какого? Ну это очевидно. А, дипломатического? Здесь флаг России должен быть. Типа того, да. Я думала, что это выдвигается, чтобы приемник был лучше. Типа какая-то... Что? Нет, это громотворка. Пожалуйста, ребят, подпишитесь на канал Ангелину. Ну правда, ну вот знаешь, понимаете, человек учился вот с такой внешностью в МГУ. Где ты еще такое видишь? На бюджете. На бюджете. Об этом мы точно не знаем. Но вот самое главное, знаешь, такое, говорит, это антенна же. Все уже два раза. Да нет, ну типа, она реально вытаскивается и может ловить лучше сигнал. Потому что в этой тачке, она же глушит из-за своей брони. Давай ты сядешь, посмотришь. Но возможно в ней сейчас, я не знаю, есть какой-то доп. Ребята, у меня йота. Она должна ловить везде. Давай, мы тебя закрываем. Давай. Все, закрываем, глушим. Все, она закрылась. Ну что? Знаете, когда я дружил очень близко с Лимбой и Рахимом, они меня позывали один раз на студию, где типа как бункер был. Такие же ощущения, вот так и даже глушится. Все, но связь ловит. Две палочки. Не четыре, как здесь. Здесь сколько у нас ловит? Здесь три-четыре. Ну да, мне, ну сглушится немножко глушится. Ангелина была права. Как тебе эта машина? 140 миллионов. Да. Это дом можно взять на Новой Риге. Квадратов 600. Эта машина выдерживает прямой удар от гранатомета. Более того, если она чувствует, что типа где-то пожар начался, у нее есть принудительное тушение. Пожаротушение? Пожаротушение. Она может подавать кислород внутрь этой капсулы. МГУ исторический факультет. А кстати, знаешь, где кнопочки располагаются? Их лучше не нажимать. Ой, какое мягкое сидение, ребята. А где кнопки? Они все в сенсоре? Вот, вот, вот. Кнопки, которые лучше не нажимать. Вон там, видишь, кислород. Да. Типа реально она начинает подавать кислород. Да. Слушай, руль такой тонкий. Давай, оценка этой машины. От 1 до 10. Ну, крутость, конечно, 10. Но бесполезность 1. Типа, ну, абсолютно бесполезная тачка. Но круто 10. Конечно, круто иметь себе бронированную тачку. Но, а, зачем? Б, ну, понимаешь? Ну, 140 лямов. Я считаю, что сейчас не стоит ни одна машина в мире. Мы только что посмотрели тачку Ким Чи Нин. Мне кажется, это идеальная машина для Ким Чи Нин. Да, типа, ну, я уверен, Ким Чи Нин собственного производства. Вот машина, наверное, в Корее. Но круто, круто, круто. Но ассоциативный ряд, что она бронированная, бесполезная. И, типа, ну, для меня. Я просто не представляю, какой человек должен прийти и такой, хочу вот эту. Мы передвигаемся к следующей машине. Следующая? Да, и она не менее интересная. Let's go. Let's go. Тебе хочется надо скорость? Ну, конечно. Какой русский человек не любит скорость? Есть такая фраза замечательная, но классика. Поэтому сейчас мы перемещаемся к S63 новенькому. Ой, V8 Turbo. Это супер, самый красивый звук, который может быть. Да, и в этом плане мы сейчас поэтому и заведем его. Ой, блин, это красивая тачка. Там на движке написано, кто ее собрал, да? Это рассчитанная сборка, да, наверное? Вот в Мерседесе вот такой в мелочах весь, вот он, знаешь, там напишет, кто сборщик, фамилии. Это настолько ты чувствуешь себя вот прям вот каким-то эксклюзивным. Это круто, конечно. Блин, я вообще коротеньких таких не видел. А сколько он стоит? А вот давай ты его попробуешь угадать. Ну, 30. Чуть больше. 35. Чуть больше. 40. 40. Да, извините, курс евро к рублю. 45. Ну, это уже чересчур, я считаю. А вот, кстати, попробую вот по внешнему виду угадать, сколько в нем лошадей. По внешнему виду мотора. О! Вот, вот кто его сделал. Buy Malono Boy J. Не-не-не, вот. Mevlano Bacci. Let me speak from my heart. Bacci, это итальянец сделал, ребят. Итальянец. Чувак из Феррари, из Феррари пришел, да собрал они. Здесь, да, электротяга и ДВС. И поэтому это делает эту машину с самым быстрым представительским авто на всем земном шаре. В нем 900 лошадей. Е-е-е. Завода. Поправка. 802. 802. Вот это звучит, наверное, да, мужики? Звучок есть. Ой, он хоть и красивый. Крутая тачка. Мне, знаете, что очень нравится? Обрамление с подсветкой приемника ремня безопасности. 5,45 мультов. Покупаю, скажи. Скажи, покупаю. Да у меня квартиры нет в Москве. Да что это, есть у тебя? Ну есть, ну, вторую купить, да. О, ну, смотри, какая тут проекция. Что за очки 3D тут? Е-е-е-бать. Отстрелы, отстрелы. 3,3 до сотки, ребят. Какой представительский автомобиль может так выжимать, а? А, ну тут бурмистер, конечно, все по высшему классу. То есть ты когда покупаешь эту машину, у тебя все самое лучшее. Ну, единственное, что, знаешь, вот я всегда удивляюсь, неужели вот нельзя было вот за такие бабки? Там же просто пластик. Где? Вот это вот. У тебя покрасивше что-нибудь. А, вот это? Ну, да. Когда я смотрел там, ну, там Porsche Cayenne, там по-другому выглядит. Давай сравним, вот смотри. Да, это, ну, не такой же автомобиль, но все-таки примерно такой же категории по цене. Ну, на 15 лет дешевле. И там, если мы сейчас отойдем и посмотрим, какое сидение. Открываем и смотрим, что у нас за 30 миллионов тут. Во, вообще. Вот это, ну, вот это вот, ну, ты типа открываешь, понимаешь? Нет, это, кстати, пластик, но он качественный, а здесь кожа. Это по-другому, это как будто бы другого класса тачка сразу. Но это круто, ребят, вот это круто. Я вот не люблю Роуз. Это круто, это если ты очень богатый и ты прям стремишься, ну, как минимум сотку богатеев Москвы, то можно купить такую тачку. Следующая машина, которая у нас на очереди, мне кажется, что... Ламбой влеевой! Что ты ее, скорее всего, купишь. Я тебе отвечаю. Мне нравится, как Ангелина, знаешь, мне кажется, она просто такая пришла и думает, пугар, предложи ему тачку за 140. С ним. Вдруг он действительно решит продать хуй все. Просто скажет, я беру и джеткар такие... А мне процент? И Ангелине такие, это, к десятку. Я чисто такую хаты две занес сюда. Так. На самом деле, просто я знаю примерно твой вкус, она внизу спрятана. Твой вкус примерно знаю и понимаешь, что ты ищешь. Будем смотреть эту машину. Вот эту? Да. И она не простая, она не золотая, но она... Смотри, смотри, видишь, рамочка такая тоже. Опять бронированный. Сколько? 200? Сколько? 300? Откосил тракториста! Просто хуй тут можно хуй, я уверен, что какой-то чувак просто жопой на калькулятор сел и хуй сломал. Здравствуйте. 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 Добрый, добрый. Леша, очень приятно. Мы тут покупаем гелик за несколько миллионов. Как вы думаете, сколько он стоит? Я думаю, дороже. Он стоит 90. 90 миллионов! У него сзади бункер просто, мне кажется. Можно это смотреть? Ну там реально можно выжить от чего-то. Смотри. Ну типа тут капсула. Это прям... Матрешки, матрешки. А вот и богатый. Чуваки, это... Я бы не сказал, что тут металл толстый. Сантиметрик бы добавил, да? А вот тебе как такая бункерная система прям? Открой! А это не самопал? Угу, потому что ощущается не может. Что такое самопал? Самопал сами сделали. Homemade. Но специализированная компания типа А, тюнинг. Потому что я вряд ли думаю в Германии вот так вот сделали. Ну вот это, кстати, очень неудобная штука. Ты вот на себя садишься и как, и что? И типа я даже с своим маленьким ростом, я стучаюсь об нее. А если там... А какой год? А какой год? На второй. Слушай, ну смотри, вот тут даже эту колоночку так обрезали, конечно. О, господи! Почему так плохо? Ну машина красивая. Если честно, в глубине души мне всегда говорили, гелик это крутейшая тачка. И люди делятся на два типа. Кто безумно любит их и кто ненавидит их. Я считаю, что гелик это одна из лучших тачек. Ну я считаю, что он топ, да. Ну что, ребят, пишите в комментариях, как вам эта машина? Стоит ли она своих 90 миллионов? Ангелин, вопрос. Я слушаю. Сегодня что будет? Максимально вот такой выпуск типа Удиви меня называется или что? Вот после бронированной тачки что еще? Чем я могу тебя удивить? Следующая машина, она, кстати, стоит не так много. Всего 100. Можно открывать? Выпускайте Кракена! Подожди, подожди, сколько стоит стоимость? Скажите, я. Подожди, зачем тебе знать об этом? Ты увидишь и поймешь сразу. Выпускайте Кракена. О, господи. О май гад. Что можно оборачиваться? Это, это вот тачка завезает на Бентли. Бентли? Посмотри. Это ролл строй. Топ. Чуваки. А это не алла-брулетовые машины бывшие? Нет. Ты как карамейка внутри, вообще. Если честно, выглядит... How much money? Миллион в 30 точно. Это слоновья кость? Если 30 миллионов, он берет разницу мне. Чего, чего? Сколько она стоит? 16 оно стоит. 16 миллионов. А, это G500, да? Слушай, ну тачка прикольная. А сколько у нее пробег? Какой год? 21 год. Пробег 35. Слушай, мне кажется, устаешь от такого цвета все-таки. Ну, Знав, что ты тут делаешь? Скажи мне, пожалуйста. Что? Она подается с тобой? В подарок идет. Подушка в подарок. Со всеми проемами ты глянь только. Как будто с завода такая идет. Перекрасили из баллончика. Ну, из специального. Чего? Это не пленка? Пленка. Попробуй сговорни ее. Эта машина такая, типа, почти с завода, ребят. Это не пленка. Спус имеется или нет? Пишите в комментариях. Стиль точно есть. Стиль Барби. Но я бы сделал темнее. Почему ты всегда появляешься ниоткуда? Он как будто, знаешь, он создается воздухом. Блин, нифига исчез. Давай, от одного до десяти. Десять. Десять? Ну, если десять, то ты должен ее взять. Нет, не для меня десять. А для кого? Ну, для Нютика, например. Не, ну, это типа... На самом деле, это большой прогрев к подарку для Нютика. Весь этот видос. Ну, просто это не для меня машина, а для девчонки это охуенная тачка. Ну, посмотри, как люди запарили. Это слоновья кость, что это? Ну, типа, это прям круто. Ну, это локеровное дерево, но то, что они запарились... Ну, это да, ну, все, 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 все. Тачка реально на уровне. Слышь, Булзунов, а это что такое? А, вот, смотри, здесь пленка. Ты что, набрал нам? Мы перемещаемся на следующую локацию, и там... Подожди, мы не берем розовый? Ну, смотрите, вот прикиньте, ты качеля в Лос-Анджелесе. Ты такой подходишь, блин, ба. Это твоя тачка, прикинь? После кочки потный такой, садишься. Да, садишься в него, и все такие... Типа, это разъедуешься. И такие, о, господи, это наш краша. Так всегда и бывает, пойми. Ну, вот, аккуратно, со сладким. Можно передознуться. Так, мы вылетаем на следующую локацию, где будут не менее крутые тачки. Let's go. И вот мы оказались на другой локации, и тут мы будем смотреть тоже очень сочные тачки, в том числе GDM, звук которого ты слышишь на заднем фоне. И предположить даже не можешь, что это такое. Да? Конечно, я абсолютно в японских тачках просто ноль. Короче, пойдем смотреть, что раздолгость будет. О, слушай, красивая. Прикольная тачка. Это 2002 года машина. Это сладкий сон любого перекупа, я тебе так скажу. Блин, ну топ. На ручке. Слушай, она даже удобная. Блин, какие тут красивые тачки. Бать, это новый Астон Мартин. Да. Пойдем посмотрим. Ну это ебаная соска. Это просто ты Джеймс Бонд. Ну это машина Джеймс Бонда. Не, ну вот машина Джеймс Бонда. Слушай, а вот эта вот машина, ну она же кайфовая, да? А вот этот Астон Мартин. Ну это считается классикой. Ну седьмой год, да, вот как раз таки в это время это бы Диана была. Внутри она староваткая же. Давай мы подведем итог этой машины. Вообще я хотела, чтобы ты на ней выехал. Тачка максимально яркая. Видишь, с крузаком она прям бьется. И тот красный, и этот красный. Две красные малышки будут. И все знающие люди, которые фанатеют по автотематике, они, знаешь, в какой-то момент они все, знаешь, как-то дышат неровно к Джеймсу. И вот эта машина... Я хочу сделать S2K, мне очень нравится S2K. Я ее прятала в прятках у Гордея, и она мне очень понравилась. Давай ты дашь оценку? 10 из 10. Но это тачки нельзя уменьшить. Они подходят, опять же, у нас у нее вообще бронированные тачки, розовый гелик, 63-й Мэрин. Они все охуевые тачки. Даже Rolls, реально, на мое удивление. Все и это. На самом деле тачки очень крутые подобрала, просто мега крутые. Просто они все не подходят. То есть нужно что-то вот брутальное, такое не выделяться из толпы, потому что у нас есть такая тачка уже в Крузак. Мне кажется, я знаю, про что говорит Леша. Но вы это узнаете в конце этого видео, поэтому не перематывайте, досматривайте для конца. Ребята, я думаю, вы помните историю, как мы приехали к дедушке Гаджи и бабушке Мадине и подарили им ворошилку. И я до сих пор с бабушкой Мадиной на ВКонтакте. Она мне присылает в WhatsApp видосы. И сейчас она прислала, как они спахали все поле, убрали сено с поля. Вот такую работу провел дедушка Гаджи. И вот еще его видео из самого трактора. Я так радуюсь, видя это. Видно, что это для них очень функциональный подарок был. Ну и, конечно, спасибо вам большое за вашу поддержку под этим видео. Я все это прочитала. Все комментарии для меня были как для котика-сметанка. Очень сильно вас любят. Хоть мы показали сейчас, Леша, очень много еликов разного сорта, но такой елик ты никогда не встретишь на дороге Москвы. Их много в Дубае. Но в Москве, мне кажется, такой один. Да. Еееее. Джинни 800. Просто. Ты посмотри, какой он малыш. Ни хрена топ. А что это такое вообще? Это Сузуки. Сузуки Джинни. Переодетый полностью в кит. Какой стоило это? Это специальные киты продаются. А, реально? Да, ты можешь надеть. Там полностью готовый кит. Ты можешь просто его переодеть. Это будет стоить... Поэтому он и стоит вот столько. Сколько стоит? Семь с половиной. Ты худишь. Семь с половиной миллиона. Ну ты один такой на дороге, да? Слушай, ну насколько качественно, слушай, все. Смотри, вот здесь даже кожа. Да, очень качественно сделано. Блин, очень качественно. Делают их, по-моему, в Эмиратах, насколько я знаю. Это очень куда-то, очень салон прикольный. Салон прикольный, да. Все прошито, слушай. Так еще и ключ, ты глянь, как от Гелика, реальность. Реально? Это сделали, да, такой? Да, да. Перепрошили, видимо, Геликовский. Слушай, ну звук-то какой. Еба. Звездное небо. Звук-то какой, а? Вот она. Слушай, как круто, а? Блин, шикарная тачка. Ты глянь, у него даже вот эти оранжевые. На самом деле он без качества сделал. Лучше, чем тот бронированный. Безусловно. Чего по багажнику, ребят? Где багажник? Да, ну чисто прикол, чисто у девчонки, да, такую тачку взять. Просто, ребят, у меня Гелик. Бугар. Ну что, самое время выехать на настоящем же день. Пойдем, пойдем. Звук, конечно, атмосферный. Ты хорошо справляешься с ручкой. Апель-турбо-то был как бы на механике же. Мышечная память, да, сохранилась? А у Гордея в стульчиках. Он мне постоянно говнище дает. Зато ты апгрейдишь свои навыки. Даже чисто у Гордея на канале постоянно тебе дает ручку. И Ангелина еще. Это наши семейные, понимаешь? Расскажи, какие у тебя были курьезы на дороге. Я был молодой, и меня как-то подрезали. Я тогда занимался спортом прям так серьезно. Я думал, что я самый сильный. Это, кстати, для подписчиков будет самая прикольная история, практика, что нельзя так никогда делать. У меня подрезала тачка, какой-то каблучок такой, знаешь. И я резко такой догоняю на опеле турбо накачанной. Открываю вот так дверь. Чувак выходит вот так, ствол достает. Травмат, да. Он такой, ну что, я такой, вопросов нету, да. И он бы мне выстрелил в голову. Это был бы травмат, но дурачком бы я остался на всю жизнь. После возвращения оттуда ваш муж стал другим. Это все? У тебя не было других ДТП? Был один раз, история тоже расскажу. У меня заканчивалась страховка. Ой-ой-ой, извините. Заглохли. Ты меня сглазил. Еду по Невскому, у меня страховка закончилась. Я ехал тогда первый раз на Бали, это было все на Упелястке. Переезжаю Невский, угол через Литейный. Кто он из Питера, тот знает этот перекресток. И резко оттормаживаюсь. Сзади меня входит РАФ-4. Трескается задний бампер. Чувак такой говорит, будем ждать ментов. А я понимаю, что у меня страховка закончилась. Я такой, да-да-бай, на уверенных шаг, да, окей. В итоге, слава богу, менты не приезжают через полчаса или через 20. Хотя это Невский утро, будний день. Там, по идее, всегда их до хрена. Но в этот день их не было. В итоге, он соглашает. Я говорю, давай, пойдем, я уже протокол. Мы отъехали, я говорю, слушай, родной. Так и так, типа. Я говорю, у меня нет, типа, страховки. Ну, ты же виноват. Можно я сейчас поеду, страховку сделаем задним числом. Скажем, что мы не в 8 утра врезались, а в 8 вечера. Ну, я виноват, я понимаю. Ну, ладно, что делать, давай. И вот так мне повезло, он человек, и он оформил. И мне в итоге выплатили страховку, все нормально получилось. Такие курьезы были. И поэтому я теперь каждый раз, когда страховка, если заканчивается, я всегда оплачу. Как только ты вот этот закон подлости нарушаешь, он сразу догоняет тебя по-любому по жизни. О, да. Причем на любых оборотах она, ***. Тачка дарит эмоции, просто. То есть, есть на легенде, есть машины, которые для эмоций, которые дарят эмоции, они потрясающие. Пайфолка. Сейчас у нас будет небольшая разрядочка. При огромном количестве зрителей все эти машины, они смотрят прямо на тебя, на то, сможешь ли ты затащить векарину или нет. И призом будет ты будешь бороться за киндер-сюрприз. Я обожаю с детства киндер-сюрприз. Викторина будет на автомобильную тематику. Я тебе буду давать варианты ответа, поэтому немножечко полегче. Кто создал трехточечный ремень безопасности? Вариант ответа. Эдвард Клэгхорн. Нильс Болин. Адольф Пегу. Луи Рено. Мне кажется, что Вольво создали с тем безопасностью, но я где-то слышал, что Рено как раз-таки были вроде бы создатели этой истории. Ты уверен? Швед, значит, второй. Кто у нас? Вольво. Да. Законодатель безопасности Вольво. Нильс? Нильс этот хрен. Волин, да. Молодец. Волин? Волин. Типа, Волин он. Я не знаю, правильно я произношу или нет. Если нет, поправьте меня. Второй вопрос. В этой стране штраф на дороге зависит от дохода нарушителя. США. В Фрилляндии. Откуда ты знаешь все? Ну, я в Питере живу сейчас. Правильно. Кто изобрел стеклоочиститель? Стефани Кволик, Флоренс Лоуренс, Маргарет Уилькокс, Мэри Андерсон. Кто эти люди? Это женщины. Они все женщины? А можно еще раз? Стефани Кволик, Флоренс Лоуренс, Маргарет Уилькокс, Мэри Андерсон. Уилкокс, как будто бы приятно звучит. Ты уверен? Ладно, давай вторую. Тоже неправильно. Мэри Андерсон. Она, короче, да, решила, что нужно очищать свои стекла. Обезжирить стекло. Обезжирить. Женщины всегда думают об уюте, ребят. В 1905 году пыталась продать это изобретение одной канадской фирме, но предложение было отвергнуто со словами «Мы не считаем, что устройство не имеет коммерческой ценности, способной оправдать стоимость приобретения прав». Кто в итоге выгодал? И в итоге в 1920 году срок защиты патента на изобретение истек, и в 1922 году компания Cadillac стала первым производителем автомобилей, включившим в стеклоочиститель конструкцию Мэри Андерсон список стандартного оборудования. Ни фига! Идею, кто основал компанию Tesla Motors? Вопрос с подвохом. Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг, Илон Маск, Никола Тесла, Ларри Пейдж и Сергей Брин. Но методом исключения, мне кажется, легко догадаться. Не Маск, видимо, точно, раз ты сказала, с подвохом. Сергей Брин точно нет, Илон Маск точно нет. Кто первый был? Мартин Эберхард и Марк Тарпеннинг. Вот они. Правильно. Почти, почти его. Первый в мире автомобиль конвейерного производства. Ford Model T, Benz Patent Motorbagen, Volvo 850, Mercedes-Benz 260D. Блин, мне кажется, Ford, потому что это люди, Генри Форд, мне кажется, человек единственный, кто начал производить дохерищу машин. Это правильный ответ. Ford Model T, та самая старушечка, была первой конвейерной машиной. Следующая. Какая компания установила первое бортовое радио в автомобиль? Эдельберг, Bosch, Cadillac и Motorola. Давай Motorola. Правильно, я тоже так догадалась. Я причем сама отвечала на викторину. Потому что с детства ты всегда смотришь, там какой-нибудь боевик, там всегда рация или что-то, Motorola, всегда. Самый дорогой аукционный автомобиль. Mercedes-Benz 196 Silver Arrow, McLaren F1, Bugatti Type 57SC или Ferrari 250 GTO. Мне кажется, Ferrari, она самая больная. Правильно. И угадай, за какую сумму продали нам аукционный автомобиль. Миллиард. Ну, почти. Ну ладно, 750 миллионов. 48 миллионов, 405 тысяч. 48 миллионов долларов. Это на рублей. Самый длинный автомобиль в мире. Он 20 метров, 12 метров, 30 метров или 8 метров. Чего к 15 метров? 15 сантиметров. 15 сантиметров. Хочется предпоследней по размеру. Это что у нас там? 30. А последний? 8. Мне кажется, 20. Двенашка маловато, 20, но он 30 перебор уже. Не повернешь. Ты уверен? Епс. Это что за такса такая? А как она ездит? Я не знаю. Но она как-то должна ездить. Ну 30, наверное. Ну 30. Мне кажется, ты спала 30 метров. И правильный ответ 30 метров. Ангелина, я хочу быть, чтобы она была моим экзаменатором в университете. Чисто. Что бы не хотел. 5 метров. Правильно, Леша. 30. Называется меня Ангелина Михайловна. Ангелина Михайловна. Где произошла первая автомобильная авария? США, Швеция, Германия, Россия. Мне в России точно нам всем насрать абсолютно было. В Америке тоже, мне кажется, всем насрать. Швейцария, что еще? Германия. Швейцария или Германия? Швеция, а не Швейцария. А, Швеция. В Германии они, наверное, ебошили. Я тоже думала, что в Германии, потому что они как бы первые запрятатели, как не как машины. Но США. Реально. 1891 год. Последний вопрос. Готов? Давай. Кто запатиновал первую машину с бензиновым двигателем? Жозеф Кюньо, Генри Форд, Иван Кулибин, Карл Бенц. Карл Бенц. И это правильный ответ. 29 января 1986 год. Забирай, это твое. Спасибо, ребят. Это правда. Вот все это вот, то, что блогеры придумают 100 500, ты там выиграл. Все это херня. Вот киндер сюрпрайз. Киндер сюрпрайз. Это топ. Сюрпрайз, молодой факт. Я не поделюсь ни с кем. Все, мы идем смотреть крайнюю машину. А, нет. Здесь крайнюю. Здесь крайнюю, но у нас еще есть одна машина. Чуваки, я извините, я не поделюсь с вами. Уходи, а то они нападут на тебя. Еще говори спортивный блогера. Ишь, ешь, углеводы простые. Ты глянь на него. Ребят, я держу у себя в руках ключ от 50 миллионов рублей и от машины, которая в единственном экземпляре стоит позади меня. Реально? В Москве, да. Я считаю, честно, сейчас можете просто меня обосрать, обоссать, но я считаю, что Ламбо в конкурирующей битве от Феррари и Ламбо, я не знаю, как можно выбрать Ламбо. Я считаю, что Феррари это действительно шикарная машина. Я считаю, что Ламборджини это пошлое, безвкусное, абсолютно неудобное, стыркающей коробкой машина. Феррари это девушка на каблуках в красивом вечернем платье, которая максимально изящная. Они все отличаются друг от друга. Это безумно крутая машина. А вот Ламборджини, она выглядит как и есть, как выскочка, выскочка, как и сам Ламборджини, который пришел к Феррари и наглым образом предлагал себя. И он создал машину для потребителя. Он создал машину, да, пошлую, пошлую, безвкусную. Да, она прикольная, угловатая, да, она интересная, но в целом Ламбо не может в сравнении с Феррари. А что думаете вы, мои дорогие подписчики, пишите в комментариях? Итак, мы открываем вот этой кнопочкой, вот эту машинку. Это, встречайте, 296 в Феррари. Во-первых, это машина гибридная, в ней трехлитовый мотор и все остальное, это электро... Ну, фактически, да. То есть она очень экологичная, в ней электросяга, в ней 830 лошадей и это именно трековая модель GTB. Чуваки, я спросил, сколько она стоит, я боюсь, что для нее натрагется. 49 миллионов на стол и эта машина ваша. И гляньте, как у нее открывается дверь. Как бы ее утопляешь внутрь, открываешь. Оу май. Это кем надо работать, чтобы ты тачку купил для трека, вот такую? И ты, возможно, ее 90%? О, так, смотрим. Большую. Ну, кстати, больше, чем в Макларене. Ты влезешь? Я точно влезу. Короче, машина топ. У нее карбонный пакет весь. Ты же любишь карбон? Угу. Ну, вот здесь, конечно, я ощущаю. Очень удобно. Впервые я вижу такие ручки. Ну, вот здесь ощущается, что эта машина... Ну, все какие линии. Ну, посмотри, какие линии. Ну, посмотри, какая жопа. Ну, посмотри. Ну, какая ламба. Это супер красивая. Ну, что, берем? Да? Да? Нет. Знаешь, что-то показывают, типа, домашние насильные. Ну, так, дорогие друзья, но хочется как будто ее завести и послушать, да? Богато. Здесь так приборка загорается просто невероятно. Посмотри, как здесь все красиво. Ты как будто в космолете сидишь. Ну, такой приглушенный, блядь. Мне нравится. Она должна очень много прогреваться, чтобы были отстрелы. Мне очень нравится такой звук. Все это деньги, это дорого, это круто звучит. Да. Ты вообще помещаешься туда? Да. Она очень маленькая. Но задок у нее сексуальный. Блин, классная. Вообще машинка такая, мне очень нравится ее окрас. Она почему-то мне шмеля напоминает. Ну, не тебя, Даня. Ну, в смысле, вот шмеля. Який желтый цвет. Мне очень нравится в сочетании с серым, таким прям темным Нардо Грей. Ну что, тебе что-то понравилось? Не, в Роял Моторс, вот, к сожалению, пока вот, ну, все очень дорого. И все очень классные машины, конечно, но они мне не подходят. Потому что там, например, Феррари я безумную люблю. Но 50 миллионов рублей, это прям очень много. Или маленький вот этот гелечек тоже. Ну, девчонки, он бы очень подошел. Как ты туда с суперстасом сядешь? Ну, это во-первых. Ангелина, ну как? Скажи, не яркую тачку, не яркую. Короче, мне кажется, что Леша должен подойти автомобиль. Вы уже догадались, какой. Но здесь того варианта, который мы ищем, нет. Поэтому мы выезжаем на другую локацию. Ждите. Ангелина стала перекупом. Девушка, познакомиться можно с вами? У меня малый человек есть. Реально? Ну, не стенка подвинется, не? Мы сидим на трамвай у меня. Не подвинется. Видно, что к Ангелине подкатывают много. Следующий кандидат у нас. Так, мы... Это вот это вот. Это не бронированный. Это самый классический гелик из геликов. Но у него есть один очень прикольный дом. Но он матовый. Да, он матовый. Все шильдики темненькие. У того не было так. Он 63-й. Породистый. Смотри, у него карбоновый кофр вот здесь, который закрывает сиденье. Очень элит. Кайф. Но мне кажется, что вот Леша у меня ассоциируется с геликом. Это красивая тачка. Это красивая тачка. Прям красивучая. Даже с мониторами. Смотри, тут еще и такие красненькие. В цвет суппортов. Ты только глянь. Ай, боже. Мне нравится, что он матовый и все шильдики черные. Очень классная тачка. Вань, за сколько он у вас стоит? Сейчас просто выходит сотка на... Он стоит 27 500. Епш. Ну, тебе сделают скидку. 500 тысяч. За е... Тоже 27. Тачка очень... Она в пленке уже вся. А ты прокачись. Можно, да? Да, да. Колонки, бурмистер. Слушай, знаете, что мне нравится? Я всегда не понимал, почему тут у BMW можно потыкать, а у типа... У гелика нельзя. Но я вижу здесь как и плюс. Ты не ляпаешь. Не ляпаешь ничего здесь абсолютно. Это очень круто. Стекло очень маркое, поэтому его очень легко запачкать. А можно кружочек сделать? Да, да, да. Спасибо тебе, Ангелин. Ангелина лучше автоблогер. Видите, какие я опции выбиваю в нашем госте. Под Лешей мне сейчас будет напоминать физрукала. Чисто ноги. Да, мне так нравится еще и ноги при этом. Леш, вот какая у тебя мечта была в детстве, которую ты хотел исполнить в своем уже взрослом возрасте? А у меня было две мечты. Первая, я всегда мечтал о BMW. Но я всегда говорил, что нужно меняться, так как я всегда говорил, что у меня не будет никогда Toyota. Сейчас у меня крузак 300-й. И я понимаю, что, блин, это очень крутая тачка, реально. Также я говорил всегда про Bechi, что у меня всегда будет BMW. Но мне правда нравился всегда гелик. Это реально очень крутая тачка. А вот классический тебе нравится? Вот мне очень нравится классика. Предыдущий гелик, я помню, я брал его на прокат, он ехал как говно. А вот здесь я сажусь, он реально по-другому едет. То есть он реально другой. То есть он его прям максимально изменили, конечно, очень красиво. Вот эта вот приборочка, тут все так нарядненько. Кожа, рожа, вот это вот все, тут карбончик, очень красивая машина. А какая сейчас у тебя цель? Чем ты живешь? Во-первых, я абсолютно счастливый человек стал с недавнего времени. Потому что я люблю свое дело, я снимаю сейчас контент, который мне безумно нравится. У меня есть прекрасный любимый человек рядом со мной, который реально делает со мной какие-то совместные вещи, не боится ничего. Анютика, это тебе. Она прям ничего не боится, она очень крутая в этом плане. Очень эмоционально, вот как надо вообще, вулкан такой. Мне очень нравится, что я сейчас занимаюсь одеждой. Мне очень нравится, что я открыл блогерское агентство. Мне очень нравится, что я созидаю, создаю. Так, а назови главных три качества, которые ты ценишь в автомобиле. Если это машина на каждый день, конечно, должна быть удобная. Ну, джип. Я не люблю седаны. Она бы не должна быть экономичной. Тачка должна быть для удовольствия быть, я всегда так считаю. Еще самое главное качество, на тачку ты должен оборачиваться, когда ты уходишь на нее. Если ты не оборачиваешься на тачку, значит, это не твоя тачка, как и не твоя женщина. Признак любви. Признак любви и признак того, что ты рад, что она у тебя есть. Тачка, как и отношения, это только для кайфа. Спасибочки вам, прекрасная блондинка-драйв. Наконец-то у меня появилась машина не просто мечты, а реально, наконец-таки, теперь я. Вот прям вот нормальный мужик. Знаешь, вот еду и... Теперь ты будешь ехать и чувствовать себя бачком на дороге. Бачком на дороге, королем, королем. Это круто максимально. И самое крутое, что мы не взяли какую-то там вот эту вычурную машину, а взяли классную матовую, черную, красивую, сочную, с кучей карбона тачку. Фея Ангелина, получается, хорошо подбирает автомобили. Прям вот под вкус. Но нет, я не хочу на себя клеймо подборщика, автоподборщика вешать. Может быть, тебе пары сводить блогеров, там что-нибудь такое, нет? Какой-нибудь этот, Твиги как новая. Седание слепое. Да-да-да, типа того. На самом деле я рада, что у тебя теперь есть автомобиль на каждый день. И он не вычурный, он такой, как надо, классичный, вкусный. И я вообще уважаю гелики вот за их хороший вкус. Главное тебе не отдавать, потому что, возможно, на нем пончик появится. Ну так, он нечаянно вырастет, но такое тоже может быть. Просто ты приезжаешь с Ангелиней на встречу и просто выходишь, он розовый, да? Ну да, он сам собой становится такой. Я не могу ничего сделать с этим. Все, спасибо тебе большое, что пришел. Давай. Ангелиночка чудо. Ставьте лайк. Пожалуйста, подпишитесь на Ангелину. Пожалуйста, подпишитесь на меня. Блондинка драйв. Блондинка драйв. Пока, ребятушки.